У нас видео будет в двух частях, потому что, я не знаю, у меня на канале почему-то нельзя более 15 минут записывать видео, но я уже наболтала 15, поэтому будет в двух частях, и я продолжу. Так, следующее, вот сейчас я стала очень медленно записывать тексты, потому что степень усталости уже пересилила и перешагнула все границы, и вот этот вот режим, в котором мы жили 5 лет, это ежедневные печатания туда-сюда, и 5-е, и 10-е, это уже просто невозможно, уже организм не справляется, и как вы заметили, мы не ездим на Багамы, мы не ездим там в какие-то, на какие-то курорты, как некоторые из голой жопы лежат и тут же снимают видео, мы такое не делаем, мы вот все время, вы сами видите, мы все время дома, у нас вечно то стройки, то какие-то дела, то какие-то проблемы, то там нужно решать, то здесь нужно решать, и соответственно просто усталость нереальная, просто уже на стену, лично я уже на стену лезу, потому что, ну, мы люди, ну, я точно обычный человек, поэтому мы устаем, поэтому сейчас я печатаю тогда, когда вот-вот, вот я могу сесть и напечатать, потому что бывает такое, что я сажусь и просто меня тошнит от клавиатуры, меня тошнит от монитора, меня тошнит от всего, поэтому не нужно мне в личные сообщения писать, а где текст, а нигде, вот я бы еще в рифму ответила, но, ну же, это же, ютуб забанит, наверное, поэтому нигде вот, пока нет текста, вы сидите и ждете, не нужно мне лично писать, я от этого быстрее ничего не напечатаю, просто меня будет еще больше бесить, что вы задаете такие вопросы, вам надо сядь и напечатать, это же не так трудно, собственно, когда я начала работать с Ингой, она же и до этого снимала, но текстов не было, ничего, люди ничего не требовали, просто уже привыкли, но и без этого можно сесть и напечатать, да, понимаю, что там есть иностранные какие-то тексты, но, помилуйте, господа, у Инги тысячи ритуалов, и вот конкретно вам новый надо, вот прям вот новый вам выроди и подай, а я уверена, что вы еще даже не досмотрели те, которые у нее уже существуют, поэтому нет текста, не пишем, ждем, пока я напечатаю текст. Далее, так, а еще люди задают мне вопросы, а вот вы не помните такой-то ритуал, вот там две свечи, красная тряпочка, кусочек хлебушка, нет, не помню, я извиняюсь, конечно, я вообще куропатка в этом плане, у меня память, как у рыбки, 3 секунды, я не помню никаких текстов, но, естественно, те, которые я там, допустим, часто использую, я могу помнить, а не более, все, поэтому если человек мне пишет, а вы не помните, нет, не помню, если вы мне назовете какую-то строчку из этого текста или ритуала, я смогу найти его, так, все, иди отсюда, иди давай, я смогу его быстро найти, если вы мне назовете верную строчку ритуала, по поисковику я найду, а так, нет, не помню, поэтому, ну, почему бы заранее не записать, вот, допустим, я знаю, что мне нужен ритуал, там, на продажу, или мне нужен ритуал на скорые деньги, мне нужен ритуал на заработки и так далее, ну, вы сами понимаете, да, я просто сразу себе записываю, потому что я знаю, что он мне пригодится, а когда меня человек спрашивает ритуал, там, не знаю, как наказать, там, свою тещу, да я его ни разу и не использовала, поэтому я не вспомню, да даже те, которые использую, я не сразу вспомню, поэтому, люди, ну, вы же знаете, что мало ли чего, запишите, ну, запишите себе, чтобы потом не искать и не терять, тем более, каналы периодически, вот, вы видите, сливают, или, там, какие-то нападки на каналы, ну, возьмите, запишите, даже 3 секунды, так, что у меня еще здесь записываю, а, вот, в праздничные дни, Новый год, 8 марта, там, или еще что-то, пожалуйста, ну, я вас очень прошу, ну, очень я вас прошу, это не телега, это WhatsApp, и все открытки, которые вы отправляете, они сохраняются на телефоне, ну, как это бесит, я не знаю, может, есть какая функция, которая это отключает, но я тупица в этом плане, и у меня нет времени все это изучать, поэтому у меня все сохраняется на телефон, это так раздражает, тем более, я понимаю, что человек просто нажал на кнопку и сделал массовую рассылку на всех своих подписчиков, там, или друзей, которые у него в WhatsApp, это неприятно, потому что, если вы поздравляете человека, вы пишете отдельно для этого человека текст с поздравлением, без вот этих тупых открыток с цветочками, я и так-то цветы не люблю, вот, срезанные, да, вот, люблю в горшках, чтобы вот они цвели, в земельке, там, проливали, срезанные я не очень люблю, потому что это, блин, сколько букеты стоит, от 5 тысяч и выше, да, я считаю, что это какая-то, блин, просто бездумная трата денег, ну, это лично мое мнение, потому что большинство девушек очень любят, когда им дарят цветы, ну, вот, я вам еще раз говорю, не надо, пожалуйста, ни открыток, ни видео, вот, если вы напишите, там, своими словами поздравления, будет очень приятно, да, и то, я представляю, это сразу, там, сотни этих сообщений поздравлений, просто вот, Инга снимает видео в этот день с поздравлениями, там, или еще чем-то, вот там, вот там напишите, мы зайдем и прочитаем, потому что я тоже читаю все, там, допустим, сообщения, или смотрю комментарии под роликом, и мне тоже очень приятно, потому что и меня упоминают иногда, не все же я такая гадина, как многим может показаться, вот, и люди, очень многие мне тоже отправляют подарочки, я просто это не показываю, потому что, ну, ну, я немножечко другого мнения в этом плане, ну, не хочу я показывать, мне неудобно, мне, да мне вообще неудобно, что мне что-то там даже отправляют, потому что я свою работу делаю, я за нее деньги получаю, то есть я никого не спасаю, поэтому мне несколько неудобно. Так, сейчас еще посмотрю, что я написала, у листочки написала. А, вот, вообще супер, супер! Когда человек мне пишет и хочет заказать книгу, я ему объясняю все правила, то есть книги, скидываю, значит, цены на книги, объясняю правила, там, вы должны оплатить, и я отправляю. Человек меня спрашивает, а я могу оплатить на почте? Я отвечаю, нет, мы не работаем наложенным платежом, то есть нет, человек должен сначала оплатить, а потом я отправляю книги. Тогда, ну, это очень редко, но бывает, человек мне говорит, а какая у меня гарантия того, что вы мне книги отправите? Мол, я вам деньги отправлю, а вы мне, люди, тогда вообще не пишите, не пишите, пожалуйста, ну, потому что это вот настолько неприятно, но я не знаю, вообще, хоть какой-нибудь человек может написать, что я такая взяла деньги и не отправила ему книги. Бывает такое, что люди мне заказывают, и я могу не дать, ну, то есть, там, допустим, он одну книгу заказал, а через там некоторое время сказал мне, а можно я еще могу добавить в свой заказ еще одну книгу, конечно, без проблем, но я потом сбиваюсь, я когда начинаю запаковывать, мне на глаза попадается только первое сообщение, да, и я вот кладу одну книгу, одну забуду, но это не проблема, потому что я за свой счет, потому что это моя ошибка, я не доотправила, да, не доглядела, там, не досмотрела, я отправляю книгу, которую я должна была отправить с первой посылкой, и в этом нет проблем, это всего лишь, ну, моя усталость и невнимательность, и я от этого не открещиваюсь, но, ну, господа, я всем отправляю книги, все, кто заплатил за книги, их получили, ну, ну, как, ну, как, понимаете, мы уже столько лет работаем, вот, все на виду, мы никуда не бегаем, не убегаем, не скрываемся, все знают, где мы живем, все все знают, как у человека может повернуться язык, сказать, что, а где у меня гарантия, да нигде, опять же, рифма, да нигде, поэтому не пишите вообще тогда, не заказывайте книги, я таких людей сразу в блог отправляю, потому что это, это мне неприятно, это, это вообще, мне кажется, никому неприятно, я отправлю, я что-то заказываю, мы с вами знаем, там, через тот же самый, допустим, Авито или еще что-то, да, там нет никаких гарантий, а, ну, там есть, вот сейчас доставка какая-то, Авито появилась, да, но, по крайней мере, в нашем районе я не видела этой доставки, поэтому эту услугу я не могу использовать, я просто отправляю человеку деньги, не зная его, даже не видя его фотографии, не видя его лица, я просто ему отправляю деньги, и мне всегда приходит, конечно, я не говорю о том, что мошенников нет, они есть, но я тоже так делаю, как вы, и у меня нет вопросов к человеку, а какие у меня гарантии, я иду на этот риск, но я реально рискую, потому что я не знаю человека, а здесь вы чем рискуете, чем человек рискует, когда у нас каналы, у нас сайты, у нас все карты, все телефоны, все одно и то же годами, и человек задает такой вопрос, а какие у меня гарантии, ну, что вам сказать, никаких, поэтому не заказывайте, и вот, конечно, последний итог такой, что людям, многим кажется, что я грубая, и да, я грубая, я не такая, как выгляжу на видео или на фото, я весьма грубый человек, я просто люблю, чтобы люди вели себя вежливо, адекватно, корректно, воспитанно, и тогда я абсолютно нормальная девочка, вот, как все мимимишные девочки, а без этого я просто, я гадина реально, я просто грубая гадина, потому что, ну, а иначе люди не понимают, если с ними хорошо разговариваешь, они не понимают, и дальше продолжают грубить или писать какие-то вещи, поэтому, ну, вот я вроде объяснила все правила, которые, по крайней мере, записала последнее время, чтобы их в одном видео, точнее, в двух отправить, и надеюсь, что у вас больше не возникнет вопросов, или вы не делаете ошибки, потому что блок – это блок, ну, как, потом только с другого номера писать, да, и говорить мне, вы меня когда-то заблокировали, заблокировала сто процентов, не просто так, я не могу просто так человека заблокировать, а я вот ничего плохого не написала, конечно, ну, вы просто написали так, как вы думаете, но это не, ну, это неприличный тон, или это невоспитанность, это нужно понимать, вот таких людей, понимающих, воспитанных, адекватных, корректных, становится меньше и меньше, и это очень печально, ну, и все, господа, и пластинка закончилась, и мои правила тоже, всем прекрасных праздников, такой прекрасный праздник у нас впереди, поэтому всем удачных выходных, веселого праздника, и всего самого наилучшего, всем пока!